Всем привет! Вас приветствует Марусь на своем канале. Сегодня я начинаю высаживать луковичные, тюльпаны, нарциссы, всевозможные луковичные, которые у нас входят весной ранней. Время подошло, уже пора, так как им еще нужно укорениться, как говорится, в земле. И пока у нас есть время, я начинаю высаживать. И пока еще нет таких затяжных дождей и холода. Купила я всевозможных луковичных в этом году очень много, потому что в прошлом году потерпела полностью все луковичные растения в моем цветнике. Просто-напросто вымерзли. Был очень сильный мороз зимою. Снега было мало. Выпало, кстати, очень поздно. Уже начались сильнейшие морозы. Земля промерзла на полтора-два метра. Вы представляете? И все мои луковичные, в буквальном смысле, вымерзли. В том году весной, вернее, в этом году весной, один единственный тюльпанчик был. Все вымерзло. И поэтому пришлось в этом году возобновлять полностью весь, как говорится, свой арсенал. Ну что ж поделаешь, такова наша судьба садоводов, огородников. Они от нас зависят природные условия. Сегодня я покажу несколько секретов, как сохранить луковичные от мышей. Так как все-таки основная масса погибает луковичных от мышей. Ну, у меня в этом году, конечно, не от мышей погибли. Но все же есть несколько секретов. И я с ними с вами поделюсь. Сейчас расскажу. Первое, что я делаю сначала перед посадкой луковичных, это я их замачиваю в перекись. Ну, чтобы, соответственно, от всяких плесеней и болезней избавить. Вот одна луковичка. Это у нас мускарик. Единственный я купила. Вот такой вот. Последний забрала. Но он был со скидкой большой, поэтому я его взяла. Думаю, вот видите, у него какие уже болезненные эти повреждения. Все-таки стоит его замочить в перекись. Мускарик. Вот такой прекрасный нарцисс тоже последний забрала. Очень красивый. Кстати, чем мне нравятся некоторые продажи луковичных, то что у них все-таки они следят за качеством луковиц. И они у них довольно-таки крупные, хорошие. То есть, естественно, такая луковица даст цветы, нежели если она вот такая вот маленькая нарцисса. Тюльпанчик. Тоже последние три луковицы забрала. Буквально вот последние. Видите, какое повреждение. Ну, у нас к большой скидке, конечно, мне его отдали. Но все равно, вот видите, надо, соответственно, вон, видите, поражено. Хоть это и не страшная плесень, но все-таки. Это, видимо, похоже триходерма, что ли, появилась на поражениях. Мы все равно замочим в перекись тюльпанчики. В фикс-прайсе купила нарцисса. Кстати, вот чем нравится мне фикс-прайсе, у них всегда цветы, после посадки всегда цветут и сходят. Хотя, видите, луковица какая маленькая по сравнению с этой. Возможно, она даже в этом году не зацветет. Но хотя по луковице можно понять, что она зацветет. Это вот у него вот такое вот как бы выгибание. Тут заложена уже как бы цветочная почка. Вот эти тюльпаны я взяла в магазине «Маяк». Кстати, у них очень дешевые эти тюльпаны, большое разнообразие. Конечно, по качеству не знаю, но луковицы неплохие, как бы, по сути. Совсем мелкие, нормальные. Я в хаотичном виде буду высаживать, потому что их где-то по одной, по две. То есть смысла нет высаживать определенной, как бы, отдельной конфигурации. Есть у меня один сорт, его я отдельно посажу. Это нарцисса многоцветковый, тоже в фикс-прайсе купила, очень красивый. Здесь луковица, конечно, получила. Смотрите, какие хорошие луковицы. Вот такой вот тюльпанчик. Это фикс-прайс. Вот такой вот замечательный в фикс-прайсе тоже купила тюльпанчик. Кстати, в фикс-прайсе они идут по две штуки. В «Маяке» тоже по две штуки. Но это неплохо. Вот такие светленькие луковички хорошие. Вот такой нарцисс крупнокорончатый. Надеюсь, что они в этом году зацветут. Потому что иногда у нарциссов есть какое-то отсутствие цвета. Вот такая красота. Очень понравилась мне. Я люблю вот такие вот ранние тюльпаны в закрытом типе. Крокусы тоже это в фикс-прайсе покупала. Кстати, крокусы все вымерзли, абсолютно все. Картинки, естественно, сохраняю, чтобы потом видеть, какие у меня тюльпаны, где выросли. Ну и самое интересное, как их может быть не стоит покупать на следующий год, если они у меня есть. Вот тоже неплохие луковички. Тюльпанов очень много я купила. Вот такой красивый очень нарцисс. Он тоже красавец. Прям красивый. Вот такой вот красивый. Дарвина гибрид. Не знаю. Ну, красивый тоже понравился. Посмотрим. Посадим, посмотрим на следующий год. Вот такой вот красивый, махровый, интересный, да, и бахромчатый. Вот такие вообще люблю тюльпаны. Не знаю, почему я их люблю. Вот именно вот такого вида тюльпаны. Но они мне больше всех нравятся. Вот, какая красота. У меня, кстати, несколько лет такие распускались тюльпаны. И вот нынешний год все погибли. Здесь у меня куплены, не помню, какие, но какие-то выбрала, купила. Это я отдельно в магазине увидела. Тоже взяла. Это у нас крокусы. Люблю крокусы вообще прям. Ну, кстати, смотрите, у них уже прям пробиваются эти. Но это не очень хорошо, конечно. Потому что в тепле были. Вот еще. Это вот такие вот разноцветные. Ну, и здесь у меня куплены отдельно уже, конечно. Это гиацинты. Они разноцветные. Тоже неплохие луковички, гиацинты. Посадим. Так, вот эти вот отдельно надо. Это у меня... Это вот я как раз посажу отдельно. Это тюльпаны низкорослые. Они очень низенькие. Их тут 10 штук должно быть. Низкорослые. Они небольшие. Что-то 20 сантиметров. По-моему, 15-20 сантиметров высотой. Небольшие. И мелкие цветочки такие симпатичные. Такой вид тюльпана. Их я отдельно посажу, кстати. Это аденома. Тоже посадим ее отдельно. Потому что она будет у нас украшаться. Мы сделаем небольшую куртиночку. И там посадим. Тоже гиацинты. Красавцы. Два разных вида. Вот эти тюльпаны тоже отдельно посажу. Потому что это отдельный вид. Но очень мне понравились. Я их отдельно взяла. Пять штучек посадим. Мы их, может быть, посадим в одно место. Вокруг них посадим мелкие тюльпаны. Чтобы красиво смотрелось. И аденомку туда. Ну и здесь у нас, соответственно, еще нарциссы. И два тюльпанчика. Два разных там вида. Ну а теперь о секретах посадки. Первое, что делаю, это, естественно, все заливаю водичкой. И добавляю перекись. Это нам нужно, чтобы обязательно обеззаразить. Прежде чем высаживать тюльпан, нам нужно подготовить смесь, которая будет питать наши луковицы весною и, соответственно, осенью. Наполнять в пользу. Я делаю свое удобрение. Оно у меня самое простое. Я беру костную муку. На данный момент у меня это собранные косточки. Я собираю, потом их в бане, в печке обжигаю. И получаю чистый фосфор. Чистая своя костная мука. Она, кстати, абсолютно, как говорится, натуральная. Никакого вреда не приносит. И плюс еще содержит всю пользу. Я беру вот примерно вот столько. Крупные мы сейчас разомнем. Они очень хорошо разминаются. Кстати, кому интересно, у меня даже есть видео об этом. Как я собираю косточки и делаю в бане костную муку. Сюда же добавляем залу. Это у нас уже калий, соответственно. Минеральное удобрение. Можно купить, как говорится, готовое удобрение. Не нужно готовить, как говорится, уже удобрение, а готовое удобрение специально для луковичных осенней посадки. Конечно, сюда бы неплохо добавить бор. Это очень было бы хорошо, потому что все-таки бор, это у нас усиливает цветение. Он чем хорошо, то что он напитает растения микроэлементами, необходимыми для цветения и для хорошего набора цветовой массы. Все, вот эту часть я сейчас переложу. Вот у меня ведро с биогумусом. Сюда сейчас переложу и все это перемешаю. Так как тюльпаны я высаживаю вот в эти емкости бутылки, это у меня есть даже видео, как я в том году сажала. Не нужно говорить, что из-за них у меня и вымерзли тюльпаны. Нет, у меня помимо тюльпанов были нарциссы, крокусы, гиацинты. Они росли отдельно от бутылок и все вымерзли. Сейчас мы уберем лишний грунт, потому что я сюда высаживала весной цветы, после того, как тюльпаны не взошли. И добавим питательный грунт. В каждую часть добавим уже питательного грунта. Грядка у меня еще не готова. Уже ждать некогда, а жалко убирать растения, потому что они еще цветут. Я уже оставила, думаю, пусть подсадим так. Сюда в емкости буду высаживать тюльпаны в смеси. По две луковицы в каждую емкость. Нарциссы буду сажать рядышком. То есть вот в эти места будут посажены. Вот у нас в том году они были посажены рядышком. Нарциссы вдоль. Это для того, что они невысокие, тюльпан высокий. Он будет как бы выше. А нарциссы пойдут ниже. А которые мы хотим посадить отдельно, мы для них отдельное место сделаем. Так как здесь розы у меня растут. Соответственно, тюльпаны отцветут, розы поднимутся. И, соответственно, здесь останется уже свободное место. Сюда можно будет однолетники высадить к тюльпанам. Я выкапывать их уже не буду. Они останутся там. И к ним подсажу просто однолетники. Ну что, начнем с тюльпанов. Ну а теперь немножко о секрете, как сохранить тюльпаны, отпугнуть мышей от того, чтобы они погубили наши луковицы. Два секрета. Первый, который мне очень нравится. Я его использую очень частенько. Это берем мятные капли. Только эфир. Мятные капли, эфирное масло. Обливаем наши луковицы. Мыши очень боятся мяты. Очень боятся. И поэтому они отпугивают его запах. Можно сделать то же самое, используя обычный деготь. Также обрызгать. И также отпугивать будет запаха. Но я делаю как? Двойную систему. Мятой опрыскиваю луковицы. А деготь готовлю смесь поверху. Я покажу, какую смесь я готовлю. Так, вот сначала берем луковицы. И прям капельками наши луковицы смачиваем. Если кто-то скажет, что оно выветрится в земле, и запах не будет держать, нет. Кстати, эфирное масло очень долго держится на самих луковицах. И поэтому не страшно, что не будет в земле. Все, обкапали. И пойдем высаживать. Сажаю, например, на глубину 8-10 сантиметров. Это нормальная глубина вполне. Я говорю, по 2 луковицы в этот буду сажать. Наугад берем луковицы. То есть у нас не будет уже определенный какой-то цвет там или еще что-то. Сверху я еще присыплю такой же смесью. Обязательно. Потому что она еще усядется. Здесь все засыпется. Потому что здесь не будет пустот. Прям мятой пахнет. Тут никакая мышь не подойдет. Она, кстати, мыши не любит мяту. Если вы думаете, что я луковицу углубляю и там прижимаю к земле, нет, я же делаю конусом. И кончик конуса оставляет как бы пустоту. Куда будут уходить корешочки. Поэтому ничего страшного нет. И сверху мы еще посыпем смесью. Нарциссы мы посадим рядом с тюльпанами. Вот здесь вот. Тут у меня роза. Значит, пойдет. Вот здесь вот. Я их сейчас глубоко сажать не буду. Потому что я сейчас присыплю сюда еще грунту. Довольно-таки хороший слой делаю. Поэтому глубоко сажать не буду. Сейчас сверху здесь будет грунт. Кстати, можно вот сюда вот небольшие нарциссы посадить. Они неплохо там впишутся. Нарциссы, они вообще хорошо смотрятся с тюльпанами в дуэке. А эти мы посадим чуть-чуть туда, перед розами. Розы-то у нас разойдутся попозже. Вот сюда вот. Перед розами. Это не то, что я еще сверху грунту довольно-таки прилично насыплю. Это, как говорится, еще временно. Сажаю гиацинты. Мы их решили посадить вокруг 4 луковички. А внутри мы посадим, купим какую-нибудь красивую луковичную. Тоже весеннюю. Что-нибудь посмотрим. Можно мускарики, конечно, посадить. Вот так прям мускарики, мускарики. Насажать, они очень красивые. Сейчас вот тут прям один мускарик посадим, который у нас есть. У нас он один. Мы его и посадим. Вот так вот. Соответственно, сейчас все мы просыпем грунтом, чтобы у нас все было покрыто грунтом. Ну, в смысле, это слой поднимем. Вот это у нас безвременник. Один, единственный нынче приобретенный. Это розы плетущие. Будут они, отойдут они, не отойдут, я не знаю. Прям ничего не перекапываю, потому что грунт будет сюда накладываться. Ну, соответственно, конечно, для этих-то не очень хорошо. Тоже мятными каплями сейчас покапаем, чтобы отпугнуть мышей от наших красавцев. Я маленечко прорыхлю землю тут. Хоть она не такая уж уплотненная, но все-таки. Хотя под луки в очной особо перекапывать и не нужно. Смысла нету. Вот так вот сделаем сейчас мы. Так. Это безвременник. Пусть он доцветает. Все равно уйдет до осени. Вот только осенью цветет. Вот так вот пять штучек. И, чтобы у него было красиво, мы сейчас вокруг посадим крокусы. Аденомка у нас. Мы ее тоже сейчас посадим. Выберем так вот рядышком с крокусами. Кстати, почему-то аденому нужно сажать глубоко. Я вот не понимаю, почему. Хотя луковичка-то небольшая. И остается у нас только тюльпан. Мелкий. Мелкий который. Но их нужно вместе сажать. Потому что тюльпанчик такой маленький, мелкий. Ему нужно все-таки кучковатость. Вот так сейчас мы его колорозочки посадим. Теперь наша задача все это грунтом накрыть. в питательном. Это мы сделаем чуть позже, когда немножко уберем лишние растения. Сейчас просто все еще цветет. Даже роза, да, цвет набрала прям красавица. Вон, какая красивая. Это белая роза, такая красавица. Набрала цвет. Ну, как вот ее сейчас убирать? Жалко же. А вдруг она еще поцветет. Так что подождем немножко. Еще один способ отпугнуть мышей от посадок луковичных цветов. Берем опил. Добавляем сюда немного дегтя. Прям немного. Много не нужно. У него хороший запах. И все перемешиваем. Чтобы дегтя пропитались и наши опил. Опил пропитается дегтя. А мыши терпеть не могут. Запах дегтя. И все-таки это будет отпугивать их от посещения посадочных мест с луковицами. Можно по поверхности посыпать. Прямо вот как вот высадите. И сверху прям присыпали. Я, конечно, еще грунтом буду покрывать. Поэтому я сверху грунта еще насыплю. Можно на укровной материал, которым вы будете утеплять грядку, посыпать. Это тоже хорошо. Опять же отпугнет. Еще один способ избавиться от мышей и отпугнуть их от посадок луковичных. Наберите лист бузины. Если есть рядышком бузина, любая, красная, черная, и прям разложите на то место, где у вас будут посажены луковичные. Бузина прекрасно отпугивает мышей, так как мыши терпеть не могут ее на запах. Они в буквальном смысле бегут с этого места. Поэтому если есть рядом бузина, тоже хороший способ подготовить грядку к зимовке. И еще один способ отпугнуть мышей. Самый надежный способ – это съездить в лес, набрать соснового лапника. Вообще советую, конечно, сосновый. Можно и лову набрать и накрыть свои посадки. Во-первых, это и хорошее снегозадержание. Растения меньше вымерзают. Это тоже время и отпугивать мышей. Это как мыши, когда ходят по этому месту, они убегают, им не нравится колючее. Потому что все равно иголки колются, им это не нравится. Тоже хороший способ отпугнуть мышей. И запах сосны также отпугивает их от этого места. Вот такие способы сохранить луковицы после того, как вы их посадите. И получить хороший, прекрасный, как говорится, не урожай, а прекрасное цветение весной ваших луковичных. Ну а всем, кому понравилась моя посадка луковиц на зиму, сохранение их от мышей, поставьте нам пальчик вверху, не забудьте подписаться. Всем до новых встреч. Пока!